Новобранец прибыл в Наринмар. Сегодня из Улан-Удэ прилетел Ми-8АМТ – новый вертолет для санавиации Ненецкого округа. Встречать крылатую машину пришла делегация во главе с губернатором Игорем Кошиным и руководителем Наринмарского авиаотряда Валерием Остапчуком. Экипаж вертолета проделал долгий путь из столицы Республики Бурятия через Томск, Нижневартовск до места основного базирования аэропорта Наринмар. Как выглядит новобранец вертолетного парка и чем отличается от своих предшественников, увидела наша съемочная группа. Неблизкий путь протяженностью в 3,5 тысячи километров и 4 дня пройден. Экипаж нового вертолета Ми-8АМТ прибыл в Наринмар. Аэропорт заполярной столицы станет новым домом для новой авиатехники. Он построен в Улан-Удэ на авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» специально для нужд санитарной авиации. Уже как 70 лет Крайний Север не может существовать без этой службы. Летающие бригады спасают жизни северян из самых отдаленных поселений округа. На вертолет от обычного отличается тем, что на него может монтироваться медицинский модуль и на борту вы можете увидеть специальные разъемы, куда этот модуль подключается. На сегодняшний день, если происходят какие-то сложные санитарные задания, медики везут с собой к нам на борт большое количество оборудования, реанимационного оборудования и все, что им необходимо. Этот медицинский модуль уже будет включать в себя это оборудование, уже будет находиться установленным на вертолете, подключенный к питанию вертолет. В авиапарке предприятие – это первый вертолет модификации АМТ. Для освоения нового типа воздушного судна персонал авиационно-технической базы прошел обучение. Сертификаты получили шесть авиатехников, которые будут стажировать остальных сотрудников. Данная модификация вертолета Ми-8 отличается энергетикой. Другие генераторы стоят, модернизированный стоит автомат перекоса, гаситель вибрации, усиленная трансмиссия. Это главное отличие. Авиапредприятие закупило вертолет на условиях льготного лизинга, который предоставляет государственная транспортная лизинговая компания по поручению правительства России. 34 региона получили субсидии на софинансирование санавиации на общую сумму 3,3 миллиарда рублей. Из них Неницкому округу направлено 54,5 миллиона. Федеральная поддержка региону оказана в рамках приоритетного проекта обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах НАО. Таких вертолетов было выпущено в этом году 23 вертолета Ми-8 и 6 вертолетов Ансад. В следующем году программа будет продолжаться. Мы будем претендовать еще на один вертолет Ми-8, либо его модификацию АМТ, МТВ. Нам еще предстоит определиться. Обновление авиапарка позволит ускорить сроки поступления экстренных пациентов из отдаленных территорий в медицинские организации более высокого уровня. В прошлом году санитарная авиация выполнила 288 экстренных полета. Помощь оказана 570 гражданам, из которых 45 дети. Кроме того, летающие бригады врачей оказывают помощь работникам нефтяных компаний. Вы знаете, что до прошлого года, 26 лет, парк не обновлялся. И как ни было бы нам тяжело, мы совместно с руководством авиаотряда, с Валерием Генчим, оступчиком, генеральным директором, рассматриваем различные варианты обновления парка. Вы знаете, мы в прошлом году поставили на линию два воздушных судна ТВС-2МС. И пассажиры, жители наших населенных пунктов уже ощутили на себе всю разницу, скажем так, между обычным АН-2 и обновленным, более современным судном. Вместе с экипажем в новом вертолете прилетела документация. 10 сумок с паспортами на каждый агрегат, от лопасти до двигателя. Когда все документы будут готовы и подписаны, машина начнет свой трудовой путь в небе над округом. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Александр Дуркин, Телеканал Север.